Для одного студента мы задачу решили. Прогласны? Да. Каким способом мы ее решили для одного студента? Вы помните, один студент говорит преподавателю, что будет 0 в метерке. Это все заходят? Да. Да, конечно. Если преподаватель ставит 0 в 5, то все хорошо. Если преподаватель ставит 0 в 2 студента, то студент угадал, а значит, что он будет. Все все поняли? Да. А вот теперь еще вам отвечу. Господа, давайте поймем, что будет, если 2 студента. Мы уже поняли, что первый студент, что попало, сказать не может. Для 12, первый студент обязан сказать сколько? 12. А когда два студента, первый студент, что? Один. Один. Итак, есть два студента. Первый и второй. Давайте решим задачу для них. Ситуацию я тоже поставлю. Первый студент говорит преподавателю, что будет 1 в 5. Если преподаватель говорит ему 5 за это, это одна ситуация. Другая ситуация. Первый студент сказал, что будет 1 в 5, а ты получил за это будет. Господа, скажите мне, пожалуйста, какое число должен быть указать второе, чтобы студенты выиграли? Говорите. Один. Что? Так. 12. Говорите уже. Один. Один плюс ноль. Нет, один. Один. Один? Ноль. Вообще-то да. Если второй студент скажет, что одна пятерка, то либо преподаватель поставит пятерку. Другой. И тогда преподаватель будет неправ, потому что студент угадал, и значит начальство изменит эту двойку за пятерку. Или же преподаватель поставит пятерку. В таком случае студент уже выиграл. Итак, понимаете, что в этом случае студент выиграл. Поставил двойку за ответ, что будет одна пятерка. Скажите, пожалуйста, что делать здесь? Так. Две пятерки будут? Нет. Одна пятерка. Тогда кто же поставит? Ноль. Ноль, конечно. Надо сказать, что будет ноль пятерки. Либо преподаватель поставит два, и тогда комиссия проверочная скажет, что это все плохо, и оценку изменит. Либо же преподаватель поставит пять. И тогда вот этот студент оперирует, и это все выиграет. Идея понятна? Да. Важная вещь? Да. Что такое здесь? Это ноль, три, соль. Ну да. Это понятно? Да. Я не буду вам сейчас рассказывать, как делать, но днем. Но я расскажу вам... Девяне так, я расскажу вам. Но я расскажу вам все-таки такую... Господа, представьте себе, что мы уже решили задачу для двенадцати человек. Вот представьте себе, что для двенадцати человек у нас есть некая такая вот стратегия, записанная, я не знаю, там, да? И эта стратегия позволяет студентам выиграть у преподавателя, когда их двенадцати человеку. Сумеете ли вы при помощи этой стратегии выиграть, когда студентам... Вот это называется индукционный переход. Слышали идею? Идея индукции в том, что мы мысленно... Мы считаем, что для двенадцати мы знаем какую-то стратегию. Как коммунифицировать и получить стратегию для двенадцати? Пою, это не чуть-чуть не будет. Нет, нет, мы сейчас все равно догнемся. Может, для трех решим? Есть такой стежок. Капитан Джонатан переплыл в океан и ути... Поймал-то... Пеликан Джонатан снес яйцо. Как ни странно... Стало у капитана целых два. Пеликан Джонатан снес яйцо. Как ни странно... Стало у капитана уже три. Пеликан. Дальше надо рассказывать долго-долго-долго. И кончается, когда надоест, это следующими словами. Будет рот великана пребывать постанно, если только амблеты... А все... Да? Можно сказать, конечно, прочноватый стежок. Но, тем не менее, ребята, если мы умеем переползать от единицы к двойке, от двойки к тройке, от тройки к четверти, от четверки к четверки, то мы рано или поздно доползем до чего угодно. И вот сейчас я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы поняли такую идею. Пусть мы уже умеем ждать число от тренадцати. То есть, когда тренадцать студентов, то они уже знают, кто что говорит, и преподаватель вынужден будет всем поставить пятерки, или придет комиссия и всем исправить оставить пятерки. Как быть, когда народа тренадцать человек? Страшно? Ответ. Посмотрите, ответ такой. Представьте себе, что преподаватель поставил для начала пятерку тому, кто сказал, что будет двенадцать пятерки. Представили? Ребята, понимаете ли вы, что в таком случае первый студент уже счастливый? Да. Отлично. Он уже с пятерки. Все, замечательно, он счастливый. Ему никакая комиссия не нужна. А теперь смотрите. Чем это отличается от ситуации, когда двенадцать студентов? Только тем, что есть одна лишняя путемка. Значит, они берут стратегию, которой было двенадцать человек. И говорят все по этой стратегии, единственное, не забывая все время прибавлять вот эту единичку в свою числами стратегии. И получается замечательная вещь. Двенадцать человек умеют побеждать преподавателя, правильно? Ну, знаешь, что ты двенадцать не делал? Это я разобрал первую задачу. Теперь я разберу второй задачу. Когда преподаватель сказал, что двойка, а тогда, понимание, тогда он не поставил тебе одной консульции. Студенты пока забывают про этого своего несчастного товарища, который с двойкой. Говорят, что нас осталось только двенадцать. Один преподаватель. А мы умеем и новый идти. Выигрывают. Или с вызовом комиссии, или без вызова комиссии. Но выигрывают. Добиваются, что у них у всех двенадцать пятерок. Ну, если с вызовом комиссии, то надо заодно, и эту войку исправят. А если без вызова комиссии, то добиваются, что у них двенадцать пятерок. И тогда этот вызывает комиссию. Детей поняли? Нет. Не поняли. Поняли. Значит, сейчас, давайте я быстро объясню, как это будет выглядеть для трех студентов. Вот представьте себе, если есть первый, второй и третий, что вы в таком случае делаете? Мы говорим. Первый человек называет число два. Если преподаватель в ответ на это называет двойку. Два это число названное, а два это з-преподаватель. Это будет одна ситуация. Если преподаватель в ответ на это говорит пятерку, то это будет другая ситуация. Так вот, господа, если преподаватель ответил двойкой, то тогда их осталось двое. А когда их осталось двое, то мы знаем, что надо взять вот эту штуку. Помнили, да? Да. Вот, замечательно. Значит, второй тогда говорит, что будет одна пятерка. Если преподаватель отвечает пять, то в таком случае третий говорит, что будет одна пятерка, и они выигрывают. Если преподаватель говорит два, то этот будет нуль. А вот если так, то это вообще вот та штука, только с притерпенной на одну больше. То есть второй тогда скажет не единицу, а скажет поля. Коля, тебе две винуки, можешь сказать, что ты думаешь. Не об этом, а вообще-то быстрее. Все поняли, что первый говорит? Да. Теперь, мы помним стратегию для предыдущего количества. Если первый получил двойку, то мы говорим, то второй говорит то, что он должен был сказать. Все. Да? Если он получил пятерку, то второй говорит на единицу больше. Так? Вот здесь. Второй должен был говорить ноль, но сказал один. Да? Да. Ну, что ли? Долг, что ли? То есть я все понял, все вокруг ничего не поняли. Я был единственный пункт. Давайте мне, я не знаю, что вы забыли, что лапка, я не знаю, не знаю, и так далее. Давайте на позитиве постарайтесь. Понятно, да? И главное, рано или поздно, мы все равно все поймете, все будет замечательно, все будет замечательно. Можно ли было обойтись в этой задаче без индукции? Понимаете, индукция сводит задачу о числе 13 к задаче о числе 12, а там к 11 и так далее. Нельзя ли явно сформулировать правило? Можно. Можно без индукции. Студент должен назвать количество пятерок, исходя из следующей идеи. Мне поставят двойку, а всем, кому уже поставили пятерки, и тем, кому еще не успели вообще ничего поставить, тем по пятерке. То есть он думает про всех остальных максимально хорошо, ну, кому двойки поставили, тем уже все, а вот кому не поставили, преподаватель, представим себе, что поставил пятерку. А про себя он думает плохо. Другими словами, формула n-d-1, где n – это количество студентов, сдающих этот странный экзамен, d – это количество двоек, которые преподаватель уже поставил к моменту, когда студент отвечает на вопрос. Ну, например, когда студент только начинает с самой-самой первой, то, конечно, n-1. Когда, наоборот, студент заканчивает, то есть тот, кого последнего спрашивают, то ответ – это количество уже поставленных пятерок. Про себя он думает, что поставят ему двойку. Почему эта формула n-d-1 гарантирует студентам победу? Да очень просто. Если преподаватель всем поставит пятерки, то студенту больше ничего и не надо. Если же он поставит хотя бы одну двойку, то есть последняя поставленная двойка. То есть после этой оценки все, ну, либо экзамен вообще закончится, либо все оценки – это пятерки. Но ровно из таких соображений этот студент и называет свое число, что мне поставят двойку, а всем, кого еще не успели спросить, поставят пятерки. Ну и значит, вот этот студент, этот двоечник конкретно угадал, а в таком случае комиссия все исправит и студенты победят. Продолжение следует...